В спарринге мы должны жить. Понимаете? Да, да. Это самый аварийный. Тогда он и будет, естественно. Да, да, да. Все будет, естественно. Нежелательно спарринговать, обязательно в перчатку боксерской, чтобы была возможность ударить в голову у него и у тебя, и все остальное. У тебя будет полчаса уже как раз вот это и есть. То есть обязательно. Это как, ну, спарринг – это просто игра. Ну, и игровая форма. И борьба – это тоже игра. Поэтому нужно обязательно это делать. Без фанатизма, но обязательно это надо проработать. Чтобы владеть кусочками своего тела. Я повторяю, что для вас сейчас максимально полезно. И я хочу, как раз, обратить внимание, ну, сначала на удар ногами, ну, и руками. И потом поделитесь с вами там выводом из разновесия. Когда, например, там человек уже хватается или, например, в удар кидет, вас цепляет или еще кто-то. Ну, по поводу ног. Ну, смотрите, я сейчас покажу. Значит, наша задача – сделать так, чтобы каждый сустав двигался независимо от тела. Если мы закрепощаем опыта, то мы не нашел на удар, так что туда и мы уже, когда мы куда-то прокручиваемся, мы уже не можем воздействовать на тела. Общий центр тяжести нашего колени. Хоть как-то. А когда вы стоите у вас независимо от многократного дня в день на теле, тогда у вас получаются такие вещи, что вы можете четко-чего представлять, куда хотите. Движение – это видно? Здесь выставлено, движение – оно важнее. У меня это не улучшить, я вот это не улучшить. Я просто дотянулся в кругу, либо туда вставлялся, разу в ходе. Удальбай. Сейчас я вам не переносу, вы понимаете, какая же это можно шлить. Итак, в порядке это может быть уже разно. Хорошо, смотрите, я, например, на такой нанес удар, и следующее мое движение, поскольку у меня лодки свободны, это после этого удара я еще и глубоко себе подтягиваю. Например, грубо говоря, у меня есть удар, я вот это вставил, может туда пробил ударчик, и здесь я еще и подтягиваю следующее движение. То есть я, ну, отстраиваю свои ножки таким образом, чтобы у меня было удобно. Так же я делаю руки, например, у меня есть такой инфиданчик, вот я отстраивался, и мне очень удобно, чтобы подойти что ногами, что ногами, что руками, строится, меняя насадку в одной части тела, и не так, по классике, а отстраиваясь по ходу в ситуации. Вот я по этому поводу сказал, что-то примерно понятно. А теперь по поводу выведения нанеси, смотрите, я хочу с вами поделиться такой фишкой, смотрим на макушку человека, потому что если человек, он двигается вот так, куда его макушку показывают, туда и не упадутся. Вот, например, сейчас ты не торопишь, он такой, он так, вот на стерну, ну и вот так, ну ладно, шар проход в ногу, ну не ногу, он в поезд, куда-то, то есть ты вчера это вот так не захватываешь. Ну-ка ты это сделаешь совсем-совсем не надо. Хочу просто показать специфическую механику. Вот, смотрите, вытер, ну и ты куда его оборудовываешь. Если в одной этой привычке спаривать, значит, человек, кто зато что-то пошел, может параться. Ну, куда-нибудь сюда. Смотрите, какие отточки приложения имеют силы. Вот, куманой не заплатят. То есть, если он себе нормально, то планирует, куда не попадается. Видно? Видно? Вот здесь его производится, он уже выжду, значит, следующие движения его туда. И опять внизу туда. То есть, я оползу его в обход. Не до этого, но позже он разбирается. Понятно? Это самое, и очень легко, когда вы применяете его сюда. Главное, у меня есть такой принцип, 15 сантиметров. 15 сантиметров его надо провалить. Отец говорит, ты мне не надо, не начинаешь, а он не может быть там, не подставлены. Он мне вот такой вот такой вот, вот пример. Вот парень видно куда пошел, вот туда, понимаем? Вот туда, вот движение, смотрите, вот работал все, потом я туда добавил подставку. Я его задницу сжибаю с подставкой. Понимаете? И в этом случае мне даже посечки не нужны, если мы уже начинаем выстраивать этот ребенок. Прямо вот эту руку мне, вот там что-то хватает, посмотрите. Веду. Поход, смотрите, я вот туда выложил движение, он уже переводил. И вот это движение, наверное, что-то честно. Обычное другое, но мне даже не надо мордовить. Стрессов? Видимо, туда, вот туда он заваривается, да? Вот туда он заваривается, да? И когда он это придет, я помогаю ему разговариваться, виду? Смотрите, здесь принцип какой. Если он вниз тащит, вот вниз я утащу вот эту часть, вот эту. А вот сюда вот эту часть. Это вниз, а это вниз. Дальше мы набираем. То есть он у меня примерно так же. Я понимаю, какой это вниз. Я туда и туда съемку оставляю. И так же человек может туда забрать. Видите, давайте сейчас попробуйте, вот так, смотрите. Один человек сначала имеет анамет, а так просто, чтобы навык у вас был. Смотреть не на руки его, а смотреть на его макушку. Куда голова. Давайте еще раз прохожу. Допустим, куда идти ноги еще раз. Помогай ему, туда идти. Я понимаю, что на голову, в том числе. Смотрите, он идет в моем маленьком питье, я стою вперед такой. Почему? Чтобы дать ему и везет, что я от него складываю. Но, поскольку я, в отличие от других, и вы тоже так должны делаете, умею в эти кусочки своего тела, они вот так в струкле становятся. Это дом. Я стою за морозом. Он идет, например, на живой захват. Вот, смотри, вот, вот он подал. И сейчас, я не должен. Да. Вот такая фишка, смотрите. Когда человек не вращен, он становится в холодильник. А холодильник надо кантовать. Да. Когда человек мягкий, он, так говорите, ему надо мягче. Мягко или мелко. Мягко или мелко, значит, он холодильник на кантуру. Если нам нужно его смять, а он холодильник, значит, ему надо где-то вставлять сюда. А потом его переводить. Поэтому здесь надо уже пить, когда человек напрягся. Поэтому ты сейчас переверни. Поскольку мне это сейчас обещание показывает в режиме, не торопясь. Ты меня такой, более-менее красавный. Как этот метод закал по форме. Вот я вот. Вот, сейчас посмотрите, вот. Так. И раз, с равновесом держаться. Сразу же восстановился. Если бы вы так вот сделал резко, то тогда не раздависся. Я бы ничего не сделал. Потому что я тебе относился не запам. Вот, когда он меня берет, Когда он меня берет, тогда я помогу его, когда он может вкладываться в движение, а когда он меня вот так, я уже равновесен, понимаете, так это потому что у меня равновесен, раз равновесен, ну надо что-нибудь пах куда-нибудь дать, по бороде, ну короче, расслабляющую там, ничего не знаете, загрузить его, ну загружаем человека, ясно. Сейчас вы попробуйте, смотрите, вот это упражнение, один человек проходит в ноги, и вы смотрите на него куда он едет, в ноги проходит, вот, и я ему помогаю, вот это, на просторе, можно потихонечку еще раз, я просто хочу, я хочу оттуда у тебя, смотрите, пока он падает, он должен пропустить несколько ударов, Ну сейчас, попробуйте, попробуйте, я его расслаблюсь, давай, когда он еще не хочет, он бы стал вот отсюда ладить, понимаешь, смотри, вот на просторе, мне он не наплит, я не понял, что ты не выпускаешь, съел, понимаешь, не надо ладить и давить его, вообще это не надо, да. Так, ага, смотри, смотри, ребят, смотри, покажи, что он вот так, вот пометливил, мальку, когда ты меня заход на ковер, ты его вот там принял, мальку, мальку, ты его вот там уходишь, я не ломлю его, мальку, я его просто принял, я его не ломю там, я его просто принял, вот его самое, самое. Потому что ты не тратишь себя. Не факт, что я не броню, а то, что он кидался в равновесие, когда он борется со собственным равновесием, даже когда он равновесие. Не, 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 вы уходите от себя. Смотри, смотри, ты сейчас... Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 смотри. И он так же продолжает. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Дай, 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 что будет. Он мне делал так. Я его туда провалил. А потом он поделок. Понимаете? Всё. Да, да. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Ты просто отрезаешь, как привелся. Потому что я не могу. Понимаете? Ещё, ещё раз. Как вышли, да? Ну, сколько-то, когда ваше движение не уедет со стороны. То есть, на остановке стоят, ты человека вырубил. Ещё его так придерживаешь, вот так убиваешь коротенькими. Понимаешь, человеку плохо. Но, на самом деле, ты его вырубил и не заметили. Не надо махать его там. Посмотрите. Вот он делает какой-то захват. Потихонечку. Просто любой не торопись. Вот. А потом детьму куда упадут. Моя задача, не махаться. Не делать терапевтурные движения. Самое лучшее, когда вы будете уже пытаться делать одну руку, как ты его тут делаешь. Сюда. Сюда. Просто надо чувствовать его потихоньку. Сиди по-моему. Смотрите. Вот он с ближней дистанции. Смотрите. Вот видите, я его проводил вот тут видно. Слышите? Я просто пытаюсь объяснить. За шею, например. Вот. Видите, куда он уходит? Я походу с ним иду. Вот это самое важное. Смотрите, еще другой вариант. Смотрите. Потихонечку. Вот он делает медоклад. Смотрите. Ну, пофиг. Любой-то в интернете. Вот видите? Видно? А теперь я делаю. То есть я могу туда валить, если я тачку туда велю. А туда я вот когда провалил. И не думаю, что это будет в другую сторону. И просто на этой рефлексе. Это не так сложно. Я сейчас объясню, где это работает. Например, мы с кем-то спорезуем и все поделимся. Ну, у нас вот здесь вот такой вот так. То есть, если я тебе... БАМ! БАМ! И вдруг в какой-то момент ты проходишь мед ноги. И вот видите, я его на ноги. Понятно? Понятно? Это не заинтересно. Это не заинтересно. А то бывает, наверное, в танке ноги пошли, если ты летел от дворца. А здесь вот этот кусочек не строится. Он не целиком, а трыгий. А кусочек не строится. Попробую сейчас попробую. Смотрите. Вот он меня, например, подкайфил еще. Ну, самое обычное сделать, да? Вот я его делаю. Видно? И вот он. Угу. Если я думаю, что он не только к смысл. Вот здесь вот поворачивается. Он добился своей цели. А когда я кусочек начинаю, то я его забираю. Я убираю. Ставь. Угу. 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 Пример. Понятно? Через пять минут не будет. Вообще не так. Угу. 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 Ну, еще одна сечка. Можно так? Вот смотри. Вот мы, например, с ними встретились. И смотрите, все я делаю на ту. У меня где-то моя нога. Ух тут. А вот иди вот тут. Я иду сюда. У меня оттягивает. Ну, допустим, у него таз. Я думаю, что удар вот сюда. Как Виктор Дмитриевич сейчас показал. Не середину, а выше. Бедро почти в таз. Моя задача, моя задача, наклонить его в вот эти удары. В дальнюю ногу. В дальнюю ногу пробиваю вот такое движение. И вот он наклоняется. Видно? Если он наклонился, то, значит, он будет все. Ну, это, видите, так. Я в дальнюю ногу пробиваю, удерживаю центр тяжести. Вот такой вот. Второй вариант. Вот один из вариантов. Он работает. Он очень удобен. Понимаете? Да. А попробуйте, пожалуйста. Вообще офигенная тема, мне тоже нравится Ты без него, я тебе сразу полагу Сейчас лично обратись Подмиру Подмиру Как смотри У больного Продолжение следует...